10 часов вечера, уже темно. Большинство магазинов закрытые, только круглосуточные ожидают своих покупателей. Любители выпить. По закону в Тульской области продавать крепкий алкоголь с 22.00 до 10 утра запрещено. Проверим, так ли это. Наша съемочная группа отправилась в Узловую. Первая точка контрольной закупки. Автозаправочный комплекс. Документы ваши готовы. Все, давай. Продавщица уже знакома полицейским. Ее и владельцы заправки неоднократно наказывали за нелегальную продажу пива. Ведь по федеральному закону продавать слабоалкогольную продукцию, включая пиво, на АЗС запрещено. Продавщица вдобавок нарушила и правила торговли. А почему у вас цветок 160 рублей здесь? А фисташки? Фисташки. Это 160 рублей совсем? 35 и 35. Две пачки фисташек. Равно 70. 70 плюс 45 все равно не получается. Две бутылки пива. А вы подали еще одну бутылку, прежде чем чай пробить? За подобные нарушения владельцу АЗС и продавщице придется крупно раскошелиться. Возбуждено административное производство и будет составлен протокол по статье 14.16.63. И что грозит хозяину данного заявления? Физическое лицо штраф от 4 тысяч рублей, юридическое лицо от 30 тысяч рублей. Следующая точка контрольной закупки – поселок Дубовка. Небольшой торговый павильон. Магазин должен закрыться в 10 вечера, но он открыт. И к нему не зарастает народная тропа. Вокруг следы недавних возлияний узловчан. Получен сигнал. Куплена бутылка водки. Продавщица не ожидала увидеть полицейских так далеко от районного центра. Пока полицейские составляли протоколы, в магазин продолжали приходить покупатели. Их не смущало присутствие внутри стражей порядка. Однако продавщица предпочла обезопасить себя от ночных клиентов. На улице постоянные покупатели находились в недоумении, почему любимый магазин неожиданно закрылся. Клиенты, как могли, старались не показать, зачем в столь поздний час они отправились за покупками. Скажи, пожалуйста, а вы здесь покупали? Нет, никогда не покупала. А зачем пришли сюда в час ночью? За сигаретами. Я с узловой. А, с узловой за сигаретами приехали в Дубовку? Ну, я сейчас здесь в гостях просто. А, понятно. Да. А в гостях не выпиваете? Только сигарет курите? Да. О том, что продавать крепкий алкоголь запрещено после 10 вечера, знали все, как продавцы, так и покупатели. Время почти час ночи. На витрине даже находится памятка для покупателей, что напитки с содержанием этилового спирта более 5% с 10 вечера до 10 утра не продаются по закону. Даже витрина должна закрываться отзоров покупателей. Во время рейда неожиданно нашлась и занавеска для витрины с крепким алкоголем. Инициатором подобных рейдов является администрация Узловского района. Глава лично участвовал в проведении спецоперации. Очень много жалоб от населения приходит в адрес администрации о том, что ночами продаются спиртсодержащие продукты, водка, также иногда несовершеннолетним. Поэтому было принято решение создать такую группу. Такие рейды будут продолжаться. И впредь всем предпринимателям Узловского района хотелось бы сказать, давайте жить по закону. И не надо торговать спиртными напитками ни в ночное время, ни продавать несовершеннолетним. К сожалению, подобных магазинов на территории Узловского района еще много. Полицейским администрацией предстоит много работы. Ведь водку продавать предпринимателям выгодно. И им не важно, днем ли это происходит или ночью. Михаил Алтухов, Алексей Чичвадзе, ТВ-центр, Тула.